Блаженны нищие, и дыхи из царства небесные. И внезапно она поднимает на меня глаза, и очи ее горят. И не очи там, но дыры в происходии, и огонь этот инфернальный. И начинает она мне кричать, ты не блаженный, да какой ты блаженный, ты лжец, лжец, не блаженный, нет, нет, нет. Если человек торгует ложью, то зарасплачиваться за это приходится правдой. Здравствуйте, люди добрые, вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня я посмотрел ролик московского блогера Захара Артемьева. Он продолжает лицемерить, он продолжает говорить ложь, он не исправляется. Но сегодня я узнал, что он творит и более страшные вещи. Год назад ему повстречался нищий мужчина, который стал его обличать, и стал говорить, что он никакой не блаженный, что он лжец. Тогда Захар Артемьев подумал, что это мужчина похож на бесноватого. Выглядит как бесноватый. Сегодня он записал новый ролик, в котором рассказал о том, что он повстречал женщину, которая также стала его обличать. И назвал ее глаза, горевшие праведным светом, назвал их дырами в преисподнюю, горевшими инфернальным огнем. Вот так вот, ни много ни мало. Друзья, я верю, что на людей иногда сходит Святой Дух с небес. И иногда мы говорим от имени Святого Духа. Так же, как иногда мы говорим от имени бесов. Есть такое, я в это верю. То есть, вот эти вот два человека, они по сути обличили Захара Артемьева, этого лжеца и лицемера. Они сказали о нем правду. От имени, я считаю, Святого Духа. И сегодня он их называет бесноватыми. Говорит, что их ясные очи, подобные дырам из преисподней. Открываем Евангелие от Марка, читаем. Истинно, говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но подлежит он вечному осуждению. Друзья, я прощаю Захару Артемьеву, то, что он меня называл агентом, спецслужб, провокатором и так далее. Называл меня, весь русский народ, говном. Я ему прощаю это, как человеку. Как человек человеку, я ему это все прощаю. Но, друзья, все-таки уже есть определенные границы, за которые человек не должен переступать. И Захар Артемьев, вот сегодня он переступил эти границы, он уже начинает хулить Святого Духа. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, что никакой он не православный человек. То есть он постоянно в своих роликах говорит о том, что покончит жизнь самоубийством, ему надоело жить. Православный человек, вообще христианин, так не может говорить. Потому что каждый христианин знает, что самоубийство это тяжкий грех. Кроме того, Захар Артемьев постоянно в своих роликах всех проклинает. Проклинает, сквернословит. Каждый верующий человек также знает, что никого проклинать нельзя. Ну, по крайней мере, христианин. Если вас проклинают, вы благословляйте этих людей. Это знает каждый верующий человек, абсолютно любой. И, кроме того, многие верующие люди знают, что блаженны не нищие, а нищие Духом. Вот что сказано в Евангелии от Матфея. Блаженны не нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. И еще. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется Царстве Небесном. Друзья, братья и сестры, следуйте этим заповедям Учителя Нашего Иисуса Христа, и вы наречетесь великими в Царстве Небесном. Не советую смотреть блогера Захара Артемьева. Мне звонили подписчики, бывшие подписчики вот этого блогера, и признавались честно. Ну и я сам это чувствовал, когда смотрел его ролики, что долгий просмотр его роликов ведет к состоянию постоянной депрессии. Людям перестает хочется, перестает хотеться жить. Они не хотят жить после просмотра его роликов. Не рекомендую смотреть ролики Захара Артемьева. А Захару Артемьеву я хочу сказать следующее. Я вижу тебя насквозь, я знаю все твои тайны, я знаю твои цели. Твоя главная мечта это заработать 11 миллионов евро. Я знаю, что главная твоя любовь это Алиса, которую ты любишь до сих пор, но которая тебя просто пинает. Я знаю, что тебя любит сестра, но ты на нее обижен. Я знаю о тебе все. Я знаю, что твоя мама недавно сломала палец на ноге. Я вижу тебя как раскрытую книгу. И я хочу предупредить тебя, что вот этот знак тебе был дан свыше. Если ты не послушаешь вот эту женщину, через которую говорил Святой Дух, ты плохо кончишь. Я не знаю, что с тобой произойдет, возможно ты сойдешь с ума, возможно ты погибнешь. Ты, кстати, очень боишься смерти, это я знаю наверняка. Откуда я это знаю, это не важно, но я это знаю. Прекращай говорить ложь людям и прекращай называть себя блаженным. Молись, кайся ежедневно и, возможно, Бог помилует тебя. Ну, на этом больше не хочу говорить. Прощай. Я не хочу тебя не видеть, не слышать. Я сказал все, что хотел. До свидания, люди добрые. Продолжение следует...